24-й военный городов Евпатории, где находятся две воинские части, блокируются российскими военными уже третий день. Даже жители городка через КПП не хотят пропускать. Сегодня местные жители потребовали от российской стороны либо сложить оружие, либо покинуть городок. На что один из военных ответил, что такие решения принимает командующий Черноморского флота России. Российские военные пообещали донести требования жителей руководства и ответить в 7 часов вечера, пока жители разошлись, на место событий прибыли представители русского единства и казаков. Непосредственно сколько? Вы три дня тут находитесь? Правильно? Вы, как бы, люди живут в страхе, как бы, давайте уберем просто либо оружие, оставим, я не знаю, не надо, не надо ничего, допустим, не надо, да, просто хотя бы уменьшить передвижение, или вообще, чтобы его не было с оружием, понимаете? Вы же приехали защищать, вы же приехали защищать, не от нас, наверное. Послушайте, пожалуйста, меня вот сейчас, я отвечу. На данный момент здесь находятся две воинские части, находятся две воинские части. Один из командиров воинских частей добродушно разрешил нам проживать в его расположении. Если он разрешил вам проживать в данной казарме, правильно, проживайте в данной казарме, находите здесь. Никто вас, допустим, или, хотя, конечно, желательно, чтобы вы ушли, но, я так понимаю, этого никто уже делать не будет. Без приказа, конечно, я понял. Тогда давайте договоримся на том, чтобы непосредственно в казарме находились ваши люди. Здравия желаю, товарищ полковник. Представитель военной службы пропорядки, полковник Рукова, решите, кто вы? Сергей майор, мы с вами знакомы. Правильно, такая организация, представление. Вы о чем хотите со мной поговорить? Я хочу вас представить, народу. Я уже представился. Просто майор? Да, мы ведем разговор. Представитель каких вооруженных сил? Я майор Сергей. Какие вооруженные силы? Почему у вас нет знаков отличия? Милые дамы, давайте пройдемте, потому что люди... Жители этого городка здесь есть или нет, товарищи? Все есть. Давайте посмотрим, как вы живете, и случайно вам-то не обижает или нет. Нас не пускают. Ну давайте пройдемте, мы же не против. Мы же не против. Нет, я против. Всем стоять. Потому что давайте я поговорю с местным населением, вы провоцируете их. А что вы кричите? Отойдите, я с вами беседовать не буду. Вы сейчас станете заложниками. Пожалуйста. Женщины, мужчины. Вот этот полковник провоцирует и меня, и вас. От кого вы нас вообще защищаете? Здесь никто не разговаривает на украинском языке. Никто. Никто. Вы понимаете, здесь все разговаривают на русском. Это бред севые кобылы, что вы здесь для того, чтобы защитить русский язык. Вы понимаете? Порядок у нас здесь был, пока вы не приехали. Вы понимаете? Так что скажите, пожалуйста, почему, почему, как вы сможете, где враг, как вы его определяете? В данный момент. Покажите нам врага. Мы их не видели. Как бы у меня в этой части служить? Я боюсь за его жизнь и здоровье. На данный момент у меня стройка указаний от моего командования, который находится в Севастополе, по охране этой воинской части от возможного проведения диверсии со стороны радикальных сил и возможного отбора оружия у данной воинской части. Давайте назначим встречу, мы подъедем узким кругом, подъедем вот с товарищем полковника, он представитель власти, я представитель буду, например, семей. Давайте в 9 часов по Москве. Ну, в 7 по Украине. Продолжаем выпуск. Украина будет использовать все возможные средства, чтобы защитить себя от военной угрозы со стороны России, заявил представитель Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству Европе Игорь Прокопчук.